Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня хочу вам показать 12 интересных позиций, в которых выигрышно идет только гений. Первая позиция. Во всех позициях белые начинают и выигрывают. Желательно ставить позиции на доску и решать их в уме. Если у вас это не получается, тогда пытайтесь решить самостоятельно, ну минут 5 не больше, потом смотрите решение. Это наиболее продуктивный метод обучения. Значит, первая позиция. Идея чемпиона мира Владимира Егорова и гроссмейстера Мони Норреля. Белые начинают и выигрывают ходом в GH4. Ну, естественно, сюда ходить нельзя. Тогда заходим в люпки и постепенно побеждаем. Если же черные закрываются, допустим, GF6, тогда проводим неожиданную жертву, D5. Черных два варианта боя. Если они бьют D на D2, тогда бьем на E3 и выиграем вот за счет этой связки. Ну, например, сюда, 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 сюда и зажали. Черным некуда ходить, остается только сдаться. Так, если черные бьют в эту сторону, тогда здесь тоже выигрыш несложный. Бьем на G3 и побеждаем за счет рожна на поле F6. Ну, например, DC3, GF4, DC5. Идем в дамки. Приходится играть на B4. Ставим дамку на D8. Нападаем. Надо отдавать шашку. Ну, и здесь просто размениваем дамку на шашку и выигрываем. Следующая позиция. Идея шашиста Краевского. Позиция 1898 года. Снова белые начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти красивый и неожиданный выигрыш. Вначале играем G6. Теперь черным надо играть CD4. Лучшего нет. Тогда отходим. Черные играют DE3. И вот здесь неожиданный выигрыш. Красиво жертвуем шашку. Запускаем черных дамки и делаем тихий ход. Что может быть красивее. Ну, и на любой ход черных, ну, допустим, EF2, дамка ловится. И белые побеждают. Следующая позиция. Идея белорусского шашиста Ракитницкого. 1932 год. Ну, вернее сказать, даже, наверное, не белорусского, а скорее советского шашиста. Белые начинают и выигрывают. Вначале играем DE7. Черным надо отвечать FG5. Ну, и кажется, что ничья неизбежна. Но здесь выигрывает красивый ход. HG7. И черным некуда бить. Если они бьют две шашки, тогда выигрываем с помощью оппозиции. То есть противостояние белых и черных шашек называется оппозиция. Если же в этой позиции черные бьют на поле E3, тогда выигрывает удар трамплин. И снова белые побеждают. Идея шашиста Юшкевича. 1975 год. Ход белых. Непонятно, как выигрывать. На любой ход черные грозят сыграть DC5 и CB4, затем пройти в дамки, занять большую дорогу. И это ничья. Но белые красиво побеждают. Неожиданный ход CD4. И черным некуда ходить. Если они играют AB2, тогда идет удар по затылку. Если же черные отдают шашку в любую сторону, тогда отбрасываем шашку черных и опять побеждаем. Следующая позиция. Ее придумал брат серебряного призера первенства Российской империи по шашкам Александра Шошина, Василий Шошин. Белые начинают и выигрывают. Ставьте на паузу и пытайтесь найти самостоятельное решение. Я думаю, что это позиция во всех шашечных учебниках. Но все равно не могу отказаться. И не показать ее. Обычные ходы ведут лишь к ничьей. Там еще белым надо аккуратно защищаться. А здесь в победе ведет парадоксальный ход CD2. Белые пропускают черных дамки и красиво побеждают. Ну, АБ4 невозможен из-за простого размена. И получается, что позиция черным некуда ходить. АБ2 невозможен из-за удара по затылку. Даем сопернику леща и снова позиция одна на одну. Черным приходится сдаться. Ну и, наконец, последний вариант. Если черные отдают шашку и пытаются пройти в дамки, снова идет прием отбрасывания. Просто идем в дамки по большой дороге и легко выигрываем. Следующая позиция из партии Кондрушин-Брусанов. Партия 1997 года. Кажется, что ничья неизбежна. То есть на постановку дамки черные нападают. Хотят эту шашку отъесть. Затем сыграют. Ну, если играть, допустим, просто АЖ7 ждать. Здесь ничья простая. Отдадим 2. Видите, метод называется перекрытие. И просто идем в дамки. Это ничья. Если уйти в этой позиции. Так, напали. Ушли, допустим, вниз. Если ушли вниз, тогда черные играют ДЦ5. Ну и снова неминуемо, видите, прорываются в дамки. И ничья. А к выигрышу ведет очень красивый ход. То есть поставили дамку. Черные нападают. АБ6. И выясняется, что это легкая победа белых. То есть если побить сюда, то просто обрезали. Прием называется застава. Если черные бьют назад, тогда играем БА5. Ну и здесь черным в дамки не прорваться. Допустим, ДЦ5, АЖ7. СД6 грозят поймать нас. Уходим вниз. Ну и приходится жертвовать. Здесь просто размен и выигрыш. Такая красивая идея. Следующая позиция шашиста Цветова. 1969 год. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш. Здесь выигрыш очень сложный и красивый. Вначале играем СД6. Это единственный ход. Черные ставят дамку. То есть если просто закрыться, черные проведут вторую шашку в дамке. И это ничья. А здесь выигрывает очень красивый ход. СБ4. Присоска. И теперь черным некуда бить. Есть два варианта, но оба они проигрывают. Если бить одну шашку, тогда ставим дамку. Ловим дамку черных и выигрываем. Ну и второй вариант. Если черные бьют две шашки, тогда снова ловим дамку черных. И легко побеждаем. Следующая идея шашиста Демишева. 1972 год. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш. У черных не хватает одной шашки, но белым на первый взгляд некуда ходить, куда бы они ни ходили. Черные неизбежно нападают. И Де3. И проходят дамки. А здесь к выигрышу ведет парадоксальный ход. ЖФ2. Черным приходится идти в дамки. Тогда отходим. Грозим выиграть шашку. Приходится играть ЖХ2. И здесь проводим мини комбинацию. Отдаем шашку. Затем вторую. Затем третью. И побеждаем за счет оппозиции. Следующая идея. Как раз серебряного призера. Первенство Российской империи Александра Шошина. Обычные ходы здесь ведут лишь к ничьей. К выигрышу ведет парадоксальный ход. ЕФ4. Жертва шашки. Теперь нападаем. И черным некуда ходить. Если они идут в дамки. Тогда проводим комбинацию. Отдаем одну. Вторую. И забираем сразу же три шашки с выигрышем. Ну и черные не успевают. Видите. Добежать до дамок. Мы успеваем их выиграть. Вторая идея. Если черные в этой позиции. Не отдают шашку. А допустим играют БЦ5. И меняются. Ну. Сюда. Видите. Ходить БА3 нельзя. Снова позиция. Белые побеждают. А если черные в этой позиции меняются. Тогда тоже выигрывает размен. Не забывайте. Размен это переключатель оппозиции. Если оппозиция невыгодна. То меняемся. И она меняется в нашу пользу. Ну и здесь выигрываем. Следующая позиция. Украинского шашиста Ивана Науменко. 1998 год. Уже можно сказать. Наше время. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти парадоксальный выигрыш за белых. В первый взгляд у белых позиция хуже. То есть черные сейчас грозят сыграть ДЦ5. И займут центр. Белым надо думать о ничьей. Но здесь белые красиво выигрывают. АБ6. Неожиданный ход. То есть грозит просто проход в дамки. Поэтому черные обязаны напасть. Б7. И тут следует неожиданная присоска. Или как я ее называю. Пиявка. Е4. И черным некуда бить. Но если бьют сюда. Просто бьем в дамки. Тут постепенно выигрываем. Ну допустим. Связали. Куда тут? Ну сюда допустим. На любой ход меняемся. Так. Тут сейчас я доиграюсь до ничьей. Ха-ха-ха. Так. Стоп. Тут надо сюда сыграть. Да. А тут уже выигрыш. Ну на любой ход просто отдаю. И выиграл. Так. Второй вариант. Если в этой позиции черные бьют в эту сторону. Тогда играем ЕФ2. И бьем на Ф6. Ну и здесь черные снова до дамок не успевают добежать. Здесь нападаем с Ф8. Приходится отходить. Нападаем еще раз. Приходится закрываться. Ну и просто связываем с ЕФ2. Вот такая красивая и неожиданная идея. Следующая идея. Советского и украинского шашиста. Заслуженного тренера Юрия Шмидта. Белые начинают и выигрывают. Снова кажется позиция у черных даже поприятнее. Все таки они одной шашкой заняли центр. У белых получаются две бортовые шашки. Но на самом деле побеждают белые. Тоже неожиданный прием. Ажж5. Куда ходить? Приходится играть СБ6. Лучшего не видно. Тогда белые неожиданно жертвуют шашку. И скромно нападают Б5. И черным некуда ходить. Ну еще можно посопротивляться. Допустим СБ4 бьем на Е7. Допустим черные играют БЦ5. Просто отдаем шашку. Отбрасываем черных. И ставим дамку на Д8. Ну и последняя позиция на сегодня. Позиция чемпиона СССР. Марата Когана. Кстати Марат Коган фронтовик. Разведчик. Воевал во время Великой Отечественной войны. Белые начинают. И неожиданно выигрывают. Ну сегодня позиции гениев смотрим. Вначале играем АБ4. Ну из-за того что белые грозят пройти в дамки. Черным надо играть ФЖ5. Лучшего не видно. И здесь следует неожиданный размен. ФЖ3. Белые добровольно пропускают черных дамки. Но видите дамку ставить нельзя. Так как она тут же ловится. И белые легко выигрывают. Поэтому черным приходится играть ФЕ7 допустим. Тогда играем просто ФЕ5. Ну и черным не остается ничего другого. Если ставить дамку то она тут же ловится. Если как-то отдавать шашки. Допустим ставить дамку здесь. Так же выигрыш. Ставим дамку на Б8. Видите большую дорогу нельзя занимать. Потому что дамка ловится. А на охот ЖЖ2 играем. БЦ5. Ну и снова дамка черных. Неминуемо ловится. Друзья если вам понравилось данное видео. Не забывайте поддержать. Мое творчество. И творчество международного гроссмейстера Евгения Кондриченко. Это из его книги. Нестандартный Эншпиль. Я взял эти позиции. И вот. Приготовил вам сегодня. Такую подборочку. Красивых позиций. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.